Этот август выдался на редкость кровавым на дороге Караганда-Алматы. Только на участке от шахтерской столицы до границы Жамбылской области за три недели погибли 23 человека и 30 были ранены. И большая часть на злополучной дороге Караганда-Балхаш, которую уже строят 4 года и все сдвигают сроки. В чем причины, выясняли полицейские, общественники и наша съемочная группа. Одна из аварий произошла на глазах главного дознавателя Карагандинской области. 15 августа на этом месте, в 15 километрах от Аксуа-Юлы, Талгат Мейманов возвращался с другой смертельной аварии. Его обогнал «Хюндай» и в 200 метрах впереди столкнулся лоб в лоб с «Шевроле». Погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще девятерым полицейские и другие водители оказывали первую помощь. Ну вот это ДТП, которое прошло, это действительно очень большой осадок. Почему? Потому что я, во-первых, это первым остановился и это видел. Во-вторых, видел, когда дети плакали, когда погибли родители. И, соответственно, родители потеряли маленького ребенка в 2019 году. Это боль, это очень тяжело переносится. Это трасса Алматы-Екатеринбург. Вот здесь, в пяти километрах от поселка Жумабек, 20 июня произошло ДТП, в результате которого погибли сразу шесть человек и еще двое детей были госпитализированы. Причина – выезд на встречную полосу. По мнению полиции, если бы обе половины дороги были открыты, трагедии можно было избежать. Дорогу реконструируют. Сегодня, так же, как и 15 августа, открыто только по одной полосе в каждую сторону. Этот затянувшийся ремонт вызывает раздражение у многих. Некачественная дорога, узкая. Машин поток большой идет. Чуть-чуть, я думаю, больше из-за недороги, потому что сколько лет уже строят ее. Трасса должна стать автобаном. Сначала сдача планировалась в 22-м году, потом в 23-м, теперь уже в конце 24-го. И хотя многие участки уже покрыты новым асфальтом, их не открывают. Согласно данного ГОСТа, открытие движения по объектам, не введенным в эксплуатацию, запрещено. И когда вы погибете? Согласно, да. Сейчас в настоящее время, как вы уже знаете, была завершена работа по корректировке. В этом году мы планируем завершить работы по устройству четырех полос на всем протяжении. А обустройство дороги планируется в следующем году. По мере завершения работ по обустройству участок будет введен в эксплуатацию. То есть в 24-м году. Мы стараемся изо всех сил, качественно и вовремя построить эту очень важную дорогу для Казахстана. И в конце следующего года успешно сдать в эксплуатацию. Сдадим, безусловно. Обязательно. Это цель нашей работы. Две полосы, покрытые только нижним слоем асфальта, открыли только потому, что машинам нужно где-то проезжать, объясняет заказчик проекта. При этом покрытие портится, а устранять дефекты подрядчикам приходится за свой счет. Встревоженные большим числом аварий полицейские просят водителей не превышать скорость. Терпеть придется еще почти полтора года. Но это цена жизни. По данным полиции, с начала года по области в ДТП погибли 87 человек, 233 ранены.